Ценники за неделю не изменились, но это лишь пока, считают эксперты. Волна боевых действий докатится и до них. Окрепший доллар, заложенный в производство, логистику, залезет и в карман потребителя. Руслан Петросян продает в Барнауле китайский чай. Он уже видит разницу. Уже чай в закупке из-за курса юаня подорожал на 30% минимум. Минимум, да. Соответственно, сейчас я цены, конечно, не буду искусственно поднимать на товар, который уже, потому что я добросовестный, конечно же, предприниматель. Но в дальнейшем повышение цен – это неизбежность. У крупного бизнеса риски больше. Поставщики предприятия по производству изделий из металла прекратили отгрузку до 3 марта. Директор Константин Денисенко говорит, на складах еще есть запчасти, но непонятно, поднимут ли поставщики цену или закроются. А Китай выручит, но не во всем. Есть достаточно уникальные вещи, которые Китай поставить не может. Мы, например, для 3D-принтеров берем исключительно определенную линейку приводов, которых нет в Китае. Ну, по крайней мере, те, которые мы пробовали, не подходят для этой задачи. В непростую ситуацию могут попасть и сельхозпроизводители, которые покупают за рубежом технику или комплектующие. Пока же на этом рынке отмечают некоторые изменения. Наоборот, даже цены на солярку упали, я вам хочу сказать. Из-за того, что, видимо, отказываются от покупки нефти российской, западные страны. И, наверное, они переориентируют нефть на внутренний рынок, и, соответственно, цены падают. Предприниматели бодрятся, а эксперты уверены, что какие-то обходные лазейки все равно будут найдены. Бизнесмен Андрей Макулов экспромтом предложил следующий вариант. А тем временем Госдума готовит свои варианты поддержки бизнеса. Обсуждается уменьшение административного давления и налоговые послабления. К 14 марта в парламенте должны озвучить комплекс мер. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, День с толком.